Когда станешь жирным, нужна щетина, чтобы подбородок прятать. Кстати говоря, да, блядь. Кстати, борода это реальный чит, когда у тебя ебало. Короче, если у вас вот эта часть не очень красивая, вот здесь вот. Например, ну вот строение, да, вот челюсти. И у вас может быть вот тут вот. Ну, ну например, вот так вот, да. То реально борода все убирает, все скрывает. Реально, все ваше вот это уродство вот здесь. Она просто убирает, блядь. Главное, главное просто не бриться перед девушками. Потому что если вы, если вы, если вы забреетесь, то, ну вы понимаете. Вот, главное не бриться, блядь, короче. И все, вот вы там ходите вот так. Хопа, борода. Вот смотри. Вот даже представьте, что руки это борода, блядь. Вот даже, даже зацените сейчас. Вот просто, вот реально, смотрите. Смотри. Только борода выглядит лучше, чем руки. Понимаете, да? У тебя даже может быть, у тебя, у вас даже может быть подбородочек вот такой вот, вот маленький. Вот у вас может быть вообще челюсти не быть здесь. Знаете, вот есть люди, у которых нет челюсти вот тут. Ну как бы, ну вот у них такое строение лица, что у них отсутствует вот, да, вот это вот. Бороду делаешь, и все. И все убрано, блядь. И как будто есть. Ты ебанутый, как в челюсти не может быть. Ну, я вообще-то, под челюстью мы имеем в виду неполное ее отсутствие. Есть такое строение у людей челюсти, что она, и подбородка, что у людей он почти отсутствует. То есть, челюсть очень небольшая, я про мужчин говорю, челюсть очень маленькая, при этом она сдвинута назад, и у них маленький подбородок. То есть, получается так, что у тебя здесь ебало, оно, ну как бы, блядь, я даже не знаю, как объяснить. Блядь, ну оно, как бы, у тебя не выражены ничего, у тебя не выражены черты нижней части лица, и нет подбородка. То есть, он как бы есть, но его не видно, блядь, то есть он, я не знаю, как объяснить, короче. И у тебя лицо, оно как бы, блядь, даже не знаю, как, блядь, сказать словами. Круглое, и при этом невыразительное в этой части. И вот люди отращивают бороду, чтобы как бы это все скрылось, и при этом появилась вот такая вот эта. Короче, если проще сказать, то подбородок сливается с шеей, иначе... Да, 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 вот дед, дед правильно сказал. Как будто бы у тебя подбородок сливается с шеей. То есть, как будто у тебя, блядь, вот просто, ну как будто у тебя нихуя тут нет, у тебя просто сливается вот так вот в продолжение, и вот здесь тоже как бы вот такое, блядь, туда. Типа того. У тебя когда не была бородка? Блядь, блядь, блядь. Я мог бы показать, как я уебищно выглядел раньше. Ебать, блядь. Ебать, у меня здесь ебало жирное было. Блядь, чат, нихуя в 2019 году я был... Блядь, хотите просто зарофлить? Нихуя я поменялся, как, блядь? Блядь, чуваки, пиздец. Блядь, чат, блядь, но здесь безбородки, ёб твою мать. Короче, чат, вы ща охуеете. Смотрите, я показываю. Чисто дэанон себя со старея. Погоди. Вы знаете, вот вы живете и вообще не понимаете, как... Я, конечно, постарел охуеть, чат. Я, конечно, постарел пиздец. Ничего не скажешь. Я, конечно, постарел... Нормально так. Ща покажу. Чё, готовы? Но, блядь, вот я уже кой раз замечаю. Старость мне делается к лицу, на самом деле. Охуенно, вот мне очень повезло. Блядь, то я себе в старости нравлюсь больше, чем я себе в молодости, блядь. Скажу честно. Показываю... Вот. Да, это было... Блядь, на самом деле, забавно так. Ну, поменялся. Вот забавно, на самом деле. Вот забавно, как меняется наша внешность. Да, вот мы... Ну, вроде бы, допустим, нам стало 20 с лишним лет. Вот казалось бы, да? Вот тебе уже там 23. Ты уже сформирован, на самом деле, это полностью. Но потом проходит время, там тебе становится 30, и, блядь, твоя внешность меняется. Ну, она реально меняется. То есть ты... У тебя, безусловно, остаются черты, то есть тебя люди узнают. Но, как бы, блядь, у тебя внешность, она прям реально меняется. То есть это пиздец. Время идет, а ты все, сука, меняешься. Я... Я вообще вахуюсь с этого. Ну, смотрите, что случилось. Я, конечно, постарел. Это, блядь, видно. Вот так вот живешь, когда не замечаешь, что ты стареешь. Но вот ты посмотришь на себя, постарел, конечно. Видно, блядь. Ну, то есть, если сравнить меня вот сейчас, мне кажется, что я выгляжу намного лучше. Но это моя оценка. Но несмотря на то, что, как мне кажется, я выгляжу гораздо лучше, я выгляжу старше. Все равно. Вот вроде бы выглядеть стал лучше, но все равно старше. То есть, все равно, блядь, возраст, он ебучий, блядь. Ну, типа... Он не стоит, блядь, на месте. Тебе может... Тебе может, знаете... Знаете, вот тебе может казаться, что ты, типа, не стареешь. Ну, как бы, блядь, да? Вот ты вроде на себя смотришь, но почти не поменялся. Но на самом деле, если вот так возьмешь на себя, посмотришь, там, на фотографии твои, там, например, лет шесть назад, пиздец, блядь, ты сразу заметишь, на самом деле, как ты поменялся. Где ты прям, ну, блядь, постарел и вообще... Так что да. Так что да. На слиме, которое ты показываешь, ты выглядишь тоже красиво. Да? Ну, хз. Честно, я, блядь, ну, я скажу так. Так, если бы мне когда-нибудь показали вот меня из 2021-го и меня вот отсюда, я бы выбрал бы себя из 2021-го. Если бы мне сказали, вот как ты сейчас хочешь выглядеть, я бы сказал, вот так. Я не хочу так выглядеть. А теперь давайте посмотрим. Смотрите. Блядь, вот это было несколько лет назад. Блядь, просто... Это, это пиздец, как заметно. Особенно поебалу. И из-за этого, наверное, по-другому смотрится. А, после Швейцарии. Может быть, кстати, да. Может быть, да. Ой, блядь, 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 ой, блядь. Хотите кое-что сейчас покажу, пиздец? Это было где-то 10 лет назад. Плюс-минус. Школьник какой-то. А что дизлайков так много? А это было только начало моего появления на Карамбии. И тогда еще не все ко мне привыкли. И плюс я там... Я там... Видите, меня еще никто не знал тогда. Видите, писали, типа, чел с невероятной харизмой и чувством юмора. Улыбает. То есть люди только знакомились со мной тогда. А тогда, короче, в 2012 году... Так вот, и в 2012, короче говоря, люди были очень... Смотрите, какая хуйня. Вот те, кто старенькие, прекрасно помнят, о чем я говорю. В 2012 году, если бы вы записали, например, какой-нибудь тикток, вот, видео под уровнем тиктока, у вас бы видос утонул бы в дизлайках и пиздец каких ебанут на негативных комментариях. Но сейчас, если вы это сделаете, ничего не произойдет и люди на все отреагируют нормально. Вот в те времена в штыки принимали практически все. А у меня были очень жесткие шутки. Но потом это дико стрельнуло, поэтому мой канал Helly Covers, который я когда-то вел, он начал набирать там по миллиону просмотров. То есть это тогда просто бахнуло. Но в начале, когда люди со мной знакомились, и вот эти вот шутки и прочее, люди не понимали. И они очень сильно дизлайкали. То есть я мог сказать какую-нибудь шутку, и все было. И был вал дизлайков. Просто вал, блядь. То есть то, что сейчас вы слышите вообще отобсюду, раньше это было пиздец в новинку. Вот в это время многие даже не задумываются, но на самом деле вот это, это примерно начало, вот 2010-2012, это примерно начало только зарождения таких жестких, гэговых, тупых, черных шуток и прочих хуйни. То, что сейчас вам кажется обычным, вот тогда это только зарождалось. И за них очень сильно дизлайкали. И людям очень-очень было непривычно. Они прям вот пиздец плевались и так далее. А потом, со временем они распробовали. Это знаете, это еще времена МДК. Вот где-то оттуда. Первый МДК, который был такой жесткий. Вот с тех еще времен. И это, конечно, было тяжеловато продвигать. Но, как показала практика, я очень жестко любил гэги. И вот у нас в русскоязычном сегменте, наверное, я потом Ильич с шоу Гафи Гаф. И еще, по-моему, буквально один, может быть, человек какой-нибудь, два. Это были вот одни из немногих людей, которые продвигали гэги и все остальное. Единственное, чем я от них отличался еще, что я очень сильно любил черный юмор. И у меня огромное количество очень черных шуток было. За которых сейчас можно, кстати, присесть, наверное. Вот. Если бы я сейчас их пошутил. И вот тогда все это было, вот понимаете, да? Все очень было так вот это. А потом уже, а потом уже все, как бы. Потом у меня уже вот этого не было там. У меня, не знаю, там, всегда лайкали там, типа, круто-круто, еще что-то. Ну, как это часто и бывает, знаете. Сначала тебя там не любят, может быть, не понимают. А потом все к тебе привыкают, придрачиваются. Ты им начинаешь нравиться, и все начинают тебя лайкать. И все такое. Ну, то есть, типа, стандартная ситуация, да? Вот. Но, забавно. Ты случайно не озвучивал такой мульт, как BDSM Movies? BDSM Movies я и озвучивал, да. А еще я был автором огромного количества скетчей оттуда. Я, как бы, и был, я, как бы, и был голосом этого проекта. В одном из самых первых выпусков BDSM Movies там же подписывались в конце выпуска, кто озвучивает и так далее. Вот эти вот чуваки, кто помнит BDSM Movies, там в конце выпуска один чувак там, типа, озвучивает как-то через жопу, другой как-то через жопу рисует. Три человека было изображено. Это придумал я, это был изображен я, наш аниматор и сценарист. Сценарист BDSM Movies был Ян Топлис параллельно. Но потом он сменился. Там был другой чувак. И куча тит, и куча скетчей еще придумывал я во время озвучки. То есть, я накладывал озвучку, говорил примерно, что надо сделать, и они ее рисовали. А, да, ногами писал и так далее. Вот. Да-да-да-да-да-да. Топлис был в какой-то момент, в какой-то момент, Топлис был человеком, который озвучивает это. Ой, не озвучивает, господи, блядь. Сценарий. Бля, я помню, когда я еще озвучивал все это, разные голоса делал для своей озвучки. Но я уже сейчас нихуя на самом деле так не смогу сделать, мне нужно потренироваться. Но я помню, как я пародировал «В рот мне ноги, Дэвид Блэйн!» И всякую такую хуйню, озвучивая таким образом сторонних персонажей. Добро, добро. Помните, у вас перегруз был, да? Типа «В рот мне ноги, Дэвид Блэйн! Нет-нет-нет!» Ну, типа того. Как же его звали-то, господи? Я забыл. «Уличная магия» забыл этого чувака, который озвучивал это в оригинале. Бочарик, конечно. Бочар, Бочаров, да, блядь, охуенно. Ну и всякое такое. Вот из-за разных голосов я толком понять не мог, это ты или нет, поэтому и спросил. Нет, это вообще все я. Все мои озвучки, у меня нет ни одной многоголосой озвучки. Везде, где я что-либо озвучивал, я озвучивал в соло. И рекламы, и все остальное. Голос плохой для людей, потому что дикция была плохой у тебя. Вот, наоборот, я озвучивал, когда поначалу были только первые выпуски Hellye Covers, там была плохая дикция, это было правда. Но это очень быстро ушло, и меня, наоборот, звали озвучивать везде, блядь. Просто пиздец. Мне платили еще за озвучку дохуя. Просто пиздец. Чтобы вы понимали, насколько мне платили намного больше за озвучку, это вот, чтобы вы понимали, просто, смотрите, лист, лист А4, ой, блядь, даже не лист А4, короче, лист А4 у известного актера, прям реально у известного актера, который прям реально занимается этим, прям вот, прям чувака, который мог там, не знаю, на телеке что-то быть, короче, прям у известного актера начитать лист А4 там стоило охуяе у охуенного. Ну, не знаю там, блядь, ну, максимум, не знаю, там, две тысячи рублей, блядь. Это пиздец сколько, это очень дорого. Мне платили за минуту озвучки пять кусков. Если речь шла о каком-то, о каком-то околокоммерческом проекте, а если, а если это была начитка листа А4, блядь, уже точно не помню, короче, тоже дохуя, блядь. Я когда, я когда озвучивал передачу на телеке Ясь против еды, мне абсолютно не нравится там моя озвучка, но меня заставили так озвучивать, блядь, просто пиздец. Вот, я тоже получал что-то, я там, там текста было начитать, что-то вообще хуйня какая-то на самом деле, вот, по листам, там вообще очень мало. И я получал, короче, дохуя получал, блядь, тоже, дохуя мне тоже платили. В общем, поэтому наоборот, меня вообще, я вообще везде, я еще от кучи отказался, пиздец, я еще от кучи вещей отказывался, просто жесть, блядь, то есть, я знаете, я был таким чуваком, ну, в принципе, как сейчас, типа по настроению, вот, мне не хотело вообще, мне не хотелось там что-то делать, я там, блядь, денег дохуя, хотя денег дохуя платили. Ну, скажу так, озвучка фуры, это была моя, одна из лучших работ, я раньше брал ролики, а там, я как сделал, я, короче, написал текст, изначально, сценарий, и потом, под сценарий, я уже подготовил видеоряд, то есть, все поменялось, потому что, на самом деле, прикол хелгикабрис был в том, что я, очень неплохо пишу, всякую хуйню, типа, шуток и прочего дерьма, если я подготавливаюсь к какой-то хуйне, это, на самом деле, достаточно смешно, и, все же, переозвучки, они, переозвучки были, то есть, в этом угар, и, там было очень много всякой хуйни, и, фуру, два ролика фуры я сделал, ммм, вообще, я написал, блядь, фуру, не знаю, минут, первый выпуск фуры я придумал, буквально минут за пять, блядь, наверное, просто, просто чисто на лайте сел, блядь, накидал такой, бля, вот это будет смешно, короче, это типа зайдет, охуенный гэк, еще, накидаем туда, блядь, отсылочки, ебучих, пиздец будет, пиздец ржака, минут за пять его написал, в доке, короче, онлайн доке, вот, а потом, а потом с парнем, нарезали под это видеоряд с фуры, и заставку еще я придумал, специально такую ебаную, она, заставка была специально так ебанно сделана, так, минутка с фурой, блядь, такая, пиздец, 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 вот, Ладно, прикольные были времена, на самом деле Вот Ты еще в конце видоса девушек показывал Эо, это было, это было Уже это было там, в начале, до боли Не хотел попробовать себя в стендапе? Нет, не хочу, блять Мне это нахуй не нужно, мне не интересно А, я могу показать какие-то свои детские фотки Если хотите Давайте смотреть Я хз, сколько мне здесь лет Нет, на самом деле А как посмотреть Открыть оригинал Вот, это, это девочка Ира Вот, это Так, это я, это, это я Я не понял, сколько мне здесь лет Я совсем маленький, не помню Вот, а это Ира, девочка Это, это я на даче Но это не мой дом, это вот дом Иры А мой дом, кстати говоря, был напротив Вот Мы, мы дружили там Вот, видите, как у я Кстати, заметьте, как у я уже модный был, кстати, тогда, да? Кажешь бизнес-утенера Блять, а модный был тогда уже Видали, киткат у меня была Киткат у меня была Кепка, все такое Чисто модник, оцените Уже оверсайз носил? Да Я вообще, кстати говоря Люблю одежду оверсайз Она такая классная Она удобная и пиздат смотрится Не знаю, сейчас монта такая на оверсайз Такая прикольная Даже здесь охуенно смотрится Вот, серьезно Вот, смотрите, вот у меня большая для меня кофта И охуенно все смотрится Вот, она большая Но она все охуенно смотрится Я не знаю, почему Вот Ну, в общем, это вот такой пиздюк я был Зацените, какие у меня боты были Ебать Вот оно, мое бедное детство Видите? Видите, как все немодно Как все, на самом деле Сборная солянка Из того, что было Это я в песочнице Ну, тут вообще нихуя Я не знаю, сколько мне здесь Просто маленькое расплывчатое, блять Пятно, нахуй, пиздец Это я в песочнице Сижу такой, бля А, подписал, что ты 15 Где? Мне там не было 15 лет Ты че, ебанутый? А, полтора года здесь А, ну да Полтора года, может быть, да Это я у мамы спрашивал Короче, здесь мне полтора года Я уже доминирую в песочнице Понимаете? Это мое детское фото Которое сделали у фотографа Которое сделали у фотографа Я помню, как я зашел туда Вот эти вот старые фотографы Там поставили лампу, короче говоря И сделали со мной фотку Кстати, здесь можно увидеть цвет моих глаз На самом деле Он такой и остался То есть такой Немного темно-зеленый у меня цвет глаз Здесь просто они, как бы, засвеченные Здесь вообще не видно, что у меня зеленые глаза Не похож? Ну, вообще Вообще, по-моему, похож Учитывая, что это ребенок Вообще похож Особенно глаза похожи, блядь Разрез глаз Вот как они идут У меня глаза идут вот так вот Хоп И вот тут вот таким вот прищуром Не знаю, снизу Вот видите, как у меня разрез глаза На самом деле похож Учитывая, что мне здесь Я не знаю, сколько лет Мне здесь Даже десяти, наверное, нет Я даже не знаю Ну, то есть Представляете, как это было давно Учитывая, что я здесь Такой маленький Даже сейчас Можно уловить сходство Мне здесь Четыре года Четыре года Мне прислали еще Две фотографии Дело в том, что Мой стрим смотрит мама Сейчас мама зашла на стрим Мамочка, привет Мамочка, я тебя люблю Мамочка Да-да-да-да-да У меня сейчас мама на стриме, ребята Она мне Она увидела Мне скинула две фотографии еще Сейчас, погодите Да, кстати, чатик Спасибо, потому что Если вы помните У меня мама очень сильно болела И я вам Воспомните Просил Отправить ей Всякие приятные слова Я их распечатывал И Ей все показывали в больнице Вообще Вы сейчас увидите Мою маму У меня мама Супер красивая была Это, кстати, не шутка Я это говорю не потому, что Она моя мама Но вы сейчас Правду увидите Если вы хотите узнать Почему я такой Красот Красивый То это генетика Понимаете Была? Ну нет Она и сейчас прекрасная Просто Вы понимаете По молодости Вообще Типа соска была Ну, блять Люди же меняются Короче, чат Вы поняли меня Так говорится Идите нахуй Вот, пожалуйста Вот еще такая фотография есть Так, здесь Я не знаю Сколько мне 10 лет Чисто Абубандит Абубандит Вот, кстати говоря Еще до того, как это стало Популярным Я уже был Абубандитом Но, возможно Я, кстати говоря Возможно Возможно Я их лидер Может быть Даже у кого-то В абубандитском Сообществе Стоит эта фотография И они на нее Молятся И используют Как эталон Абубандитства И они даже не знают Что это я Типа, знаете Как легенду Типа, в древности Был Абубандит Да-да-да-да-да Вот, типа, это я Но, как бы Здесь я уже, видите Повзрослее Такой Штаны просто Офигенные Моя тачка сзади Очень даже Очень даже Ничего Очень даже Ничего Вот это Моя любимая фотография Пиздец Это я В первом Ж-классе Добро пожаловать На корабль Энтерпрайз Капитан Я ваш помощник Спок И мы Отправляемся В межгалактическое Путешествие Беляков Сережа Кстати говоря У меня родители Были, молясь Ебанутые Они почему-то Меня Какое-то время Реально Стригли Под горшок Это называлось Под горшок Это Это сейчас Стало Популярным У всяких Кей-поп Певцов Вот если я сейчас Так постригся Все бы девочки До 16 Дрочили на меня И думали Что я выступаю На корейской Поп-сцене Но Тогда это Не было круто Но почему-то Родители Меня продолжали Продолжали Меня почему-то Блядь Стричь Так нахуй Это просто пиздец Здесь мне 6 лет Получается По-моему Это Члену Прическа Плюс Тысячек Непотребства А Сергей Матюкается А у меня Мама знает Что я матом Ругаюсь У меня с мамой Такие отношения И про ней могу Матом сказать Вообще Никаких проблем Так Ну это вообще Старая фотография Это одна из фоток Моей мамы Черно-белая Еще Это я Это мама А это я Ну и рожа у тебя А что у меня за рожа У меня рожа такая Ты долги будешь Отдавать или нет Слышь Пора давать долги Ублюдок Щечки Ну так я же Я не знаю Пухлячок Совсем маленький Я не знаю Сколько мне даже лет Тут Блин Я даже не знаю Реально Два года Сколько мне здесь Я не знаю Я вообще не знаю Прикиньте Я Я еще Ребята Я еще Жил Я еще жил Тогда Когда были Черно-белые Фотографии Цветных Фотографий Не было Вы представляете Вообще Насколько я старый Мама мне написала Что на этой фотографии Мне один год И два месяца А это моя мама В детстве В школьном альбоме 1973 года Еще во времена СССР В этих фотках Целая история Глаза похожи Да Кстати У меня глаза Реально Мамины глаза Очень похожи У меня На самом деле У нас глаза Пипец похожи Смотрите У меня вот эта часть Вообще Мамина И губы Кстати Да И губы Да Кстати И губы Блин Но Нос Не похож Да У меня Нос Ну да Такой У меня Чуть У меня С горбинкой Такой И это А тут Тут уже Более Тут уже Гормоны Сыграли Всякое Такое Все фотки Найти Найти Непонятно Ничего И В общем Там такая Там история На самом деле Ебаная Я думаю Если бы она сейчас узнала Мой уровень Так сказать Самостоятельности И всего остального Мне кажется Она бы пожалела Тогда она совершила Большую глупость И Ну вообще Повела себя Очень некрасиво В смысле Ты без бати Рос Да Я рос без бати У меня отец Умер Умер Когда мне было Полгода Было тяжело без бати Ну на самом деле Очень тяжело было Да В большом Количестве Аспектов Было Супер Тяжело Это Сережа С моей Одной Из самых Любимых Собак Собаку Звали Чарма Чарма Это Это был Здоровенный Дог Это была Офигенная Собака Она меня Супер Любила Прям пипец Она была Она была Ну во первых Тяжелая И ППЦ И так далее И Я помню Как она меня Придавливала Прям придавливала К земле И вылизывала Меня всего Прям Вылизывала Прям пипец Она меня не отпускала Меня прям так любила Я прям не мог Я просил Мама Мама Убери от меня Чарму А она прям Типа такая Прям Вот Вот Я очень любил Я вообще Я вообще С детства Рос Меня окружали Там разные Животные Там собачки Там или кошки Может быть Поэтому я очень Люблю животных Я их никогда Не обижал Ничего такого Не делал Вот Всегда Ну вот не знаю Типа я всегда Вот все Все свое детство Я вот рос Рядом с животными Звучит смешно Чат Но помимо вас Есть и другие Животные Да Маугли Маугли Да Ну вот в общем Наверное Поэтому я Не знаю Это фотография Меня и моей Мамы Это мы находимся Где-то во дворе Не так быстро Котик Не удержался У тебя две мамы В смысле У меня одна мама Это все Это моя мама Все еще А это я Я видите Я любил красные штаны Не знаю Не знаю Почему Не знаю Почему у меня Красные штаны Везде фигурируют Я не понимаю Это совпадение Какое-то А я кстати говоря Я кстати говоря Что с правым глазом А что с правым глазом У кого правый глаз У мамы на фотографии Ну ты в курсах Ты видишь качество фото И все остальное Ничего с правым глазом Ну Что за тупой вопрос Блядь Это ты сейчас Блядь На своей фотке Вот так вот делаешь Вот так вот фоткаешь Блядь Пятьсот фоток Выбираешь лучшую Тогда это так не работало Бро Это полароидная фотка была И люди-то фоткались И все блядь Один разочек Понимаешь У нее на шее крест За сапку Да Да Иномарок Во дворе нет Посмотрите просто Ребят Какие были машины Просто посмотрите Посмотрите Вот на самом деле Вот я жил Вообще В другое время Вообще Все по-другому было Вот вы не представляете Как сильно Все поменялось Блядь Просто пиздец Я жил В другое время Я не знаю как это передать Но Вот Мое поколение Это было буквально Вот последнее поколение Которое вот Знаете Вот на вот этом Переломном моменте Вот это вот Резких изменений Вот Мы застали Вот последние Остатки Вот этого вот Так сказать Наследия Советского Союза И всего Вот этого вот Такого Буквально последний Вот Вот такой вот Быт и так далее Потом очень сильно Все поменялось И Вообще Все было иначе Все было иначе Вы только задумайтесь Я жил Очень Очень много Времени Не было интернета Ребята Модема не было Вы только представьте У вас нет Мобильных телефонов Их не существует Блядь Их еще Не придумали Блядь Нет ничего Вы только задумайтесь Блядь Этого нет То есть Ты просто Блядь Я не знаю Ты просто Бегаешь во дворе И у тебя нихуя нет Нет ничего Просто жесть И я просто помню Как это все Появля Появлялось Я помню Как появился Модемы первые Карточки Для того Чтобы посидеть В модеме Они подключались По телефону Они стоили Доллары Доллары Вот Как его Значит Покупали эти Карточки Там на баланс Тебе Там на 5 долларов Еще на что-то Значит Их там хватало С гулькин хуи Скорость была Там что-то 56 Даже меньше Это типа Короче Был полный трэш Вот А потом появились Мобильные телефоны Первые мобильные телефоны Которые ушли К людям Это были Мобильные телефоны Вот такие Вот такие Это здоровые Трубки Вот с такой Антенной А еще Я застал Моменты Пейджеров Были очень Популярны Пейджеры Это пиздец Блять Уже никто И не помнит Пейджеры Пейджеры Блять Пейджеры Ребята Это пиздец Блять Это вообще Ой 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 жесть Ой жесть Ну в общем то да Вот Ну и последняя фотография Которую вам сегодня покажу А то у нас уже все Немножко Затянулось Последняя фотография А это вот еще одна фотография Так Ой Это еще одна фотография Моей мамы Вот Если что Это Не Не мужчина Мама И так далее Это Знакомый Семьи Скажем так Вот Я помню его Это Знакомый Семьи Вот тут сидит Там такая Была Общая фотка Там были Еще люди Просто так Вырезано Знакомый Семьи Нет Нет Не ебр Реально Знакомый Это вам Вообще Насколько Я помню Это был Этот муж Сестры Моей мамы Вот Вообще Там очень грустная История На самом деле Я обхожу Эти объяснения Я не очень хочу Вспоминать Но Если супер Кратко У моей семьи История Очень жесткая И Как будто В кино Я не знаю Рассказывал Или я когда-то Но давайте Вам маленький Просто спойлер Расскажу Вам Из детца Мини Но если Супер Кратко У моей мамы Был бизнес Это были Девяностые Человек Который Находится на Этой фото Является Мужем Сестры Мужем Сестры Родной Сестры Моей мамы Это один Из людей Которые С преступной Группировкой И так далее Угрожали Убить Меня Маму Отобрать квартиру И отжали У нас Бизнес После этого Инцидента Мы уехали Скрываться По Москве Это тоже Правда Потому что Нас преследовали И пытались Дожать у нас Все оставшиеся Деньги Это не прикол Это прям Реал история Именно таким Образом Я оказался Когда-то В первом Микроюне Митина Потому что Это было Одно из мест Где мы Скрывались Ну вот Там была И там уже Начиналась История Кромешной Кромешной Нищеты Просто Кромешной Нищеты Абсолютно Кромешной Нищеты Мама Сейчас На моем Стриме Она не даст Соврать Нам не на что Было есть Нам не на что Было Оплачивать Отопление В квартире Нам нечего Было Нам даже Не на чем Было спать Была Раскладушка Одна Я прекрасно Помню И Я Мама Бабушка Дедушка Мы жили В однокомнатной Квартире Маленькой Я Мама Бабушка Дедушка В однокомнатной Квартире Это были Жесткие времена Просто пиздец Это были времена Помоек Это были времена Выпрашивания Гнилого Говна Всякого Типа Арбузов Я вам Рассказывал И Короче Это продолжалось Очень долго То есть Много Много Лет Я так Жил Потом Спустя Какое-то Время Чуть-чуть Начало Налаживаться Чуть-чуть 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 Блять Вот Ну и все Касательно Касательно Вот этого Человека Который Здесь На фотке Если Супер Кратко Это Животное Сдохло И еще Побывало В психушке А тетя Моя Ой Блять Чуваки Как бы вам Сказать На самом Деле Если Пересказывать Всю историю Вообще Взаимоотношений В моей Семье И вообще Вообще Что вообще Приключилось С моей Семьей И прочее Это Вот прям Реально Абсолютно Ебанутая История Ну просто Просто Ебанутая Хоть книгу Пиши Там было Много чего И Родная сестра Вела себя Как в те времена Как тварь Блять И Короче Блять Чуваки Просто пиздец У моей семьи Нет родственников Которым Им можно было Доверять В моей семье По Линии Маминой То есть По линии Моей мамы И бабушки 99% Родственников Бездарные Тупорылые Плебейские Неудачники И поведение У них Соответствующее У нас В семье Моя мама Одна из немногих Кто вообще Добилась успеха Очень высок Просто Ебанутого Успеха Во времена Советского Союза Она вообще Блять Вела дела С такими людьми Как президент Татарстана И прочее Это не прикол Я точно не помню Ее должность Она была очень Высоким человеком В партии А потом Пришла Перестройка А потом Пришли Девяностые И все Рухнуло И был И был Поднят Бизнес У моей мамы Были продуктовые Магазины И пришли Девяностые Убийства Разбой Рейдерские Захваты Угрозы Жизни Заложники Блять Все Любые методы Блять Абсолютно Все А моя мама Была Одна Потому что Мой отец Погиб А Советский Союз Рухнул И Никаких Вот этих Вещей Больше Не осталось То есть Естественно Все было Потеряно Вот то что Осталось Как бы Что было Поднято Честным Трудом И так далее Вот все Вот такие Чмошники Блять Вот такие Вот Вот это Вот Вот это Вот мразь Блять Это мразь Нахуй И ему Подобные Они у людей Которые Что-то делали Они это Забирали И уничтожали Блять Грабили Отжимали И прочее Я прекрасно Помню Эту хуйню Я Я уже был Тогда не такой Маленький Я прекрасно Помню Как Как они Угрожали Что отрежут Мне уши И Оставят Их В почтовом Ящике Если Им не отдадут Деньги И так далее И моя семья Полицейские Тогда не помогали Не было понятия Ментов Потому что Менты Тогда Это было То же самое А в некоторых Моментах Даже хуже Ничего Нельзя было Решить Тебе никто Не мог Тебе никто Не мог Помочь Вообще Ну Буквально Никто Вот Если ты завтра Уйдешь Из дома Тебе приедут Братки И они тебя Расстреляют Или порежут Нихуя не будет Вообще Ну Ты сдохнешь И все Вот Сейчас помогают Сейчас такой Беспредел Прикрывают Нахуй Сейчас ты Такой хуйни Уже не сделаешь Ты можешь Конечно Рофлосмайлы Попостить Пиздюк Малолетний Который родился Лет 15 назад Но Поверь человеку Который Застал Разные Немножко Времена Небо И земля Блять Сейчас ты так Не побеспределишь Значит О чем я И вот И моя семья Им очень долго платила Они вообще Все высосали И когда они Высосали все деньги И отжали бизнес Они решили Еще и квартиру забрать То есть Вообще полностью Блять И при этом Этот человек Был мужем Сестры моей мамы Прикиньте Вообще Вы вообще Представляете Какой пиздец Я даже не знаю Как вообще Блять Ну просто Просто Блять Я Ну Блять Я еще Помню Я еще помню Моменты Когда мы Просились Переночевать У сестры Моей мамы А нас Послали Нахуй И это При том Что Моя семья В лице Моей мамы Постоянно Помогала Своей сестре Родной Давала ей Денег И покупала Одежду Потому что Все наши Родственники Не были Такими же Успешными Неблагодарные Уебки Это не то Слово Мрази Уебища И твари Я Не признаю Никого Из них Абсолютно Черить Бесполезные Объебосы Просто Блять Низменные Тупые Бесталантные Вот знаете Типичные Блять В плохом Смысле Этого слова Блять Крестьяне Такие Которые Блять Злые На всех Потому что Тупые И нихуя Не умеют И нихуя Не могут Могут Максимум Что Траву Сострич Блять Да дарова Поколоть И нихуя Больше не умеют И не могут Не придумать Ничего-то Не создать Ничего-то Не развить И вот они Живут Блять Злые И думают Что им все Должны При этом И вот они Вот Вот такие Вот Блять Просто Уебища Блять Конченые Нахуй Типичный Блять Такой Знаете Отвратительный Пролетариат Вот такой Я не имею Ничего против Обычных Работяг Поймите Меня правильно Но наверняка У вас тоже Если вы Обычный Работяга Есть друзья Вот вы Например Работаете И может Хотите Чего-то Большего А у вас Наверняка Есть друзья Которые Работают И ненавидят Всех Вокруг Такие Завистливые Такие Вот Гнилые И почему-то Думают Что им все Должны Дать Денег Или Дать Им Высокую Должность Просто Потому Что Они Охуенные И их Никто Не Ценит А на Самом Деле Он Бездарный Долбоеб Ваш Друг Который Нихуя Не умеет Кроме Как Сука Дрова Колоть И Этому Миру Он Не Может Ничего Дать Ну Потому Он Тупой Но При Этом Он Считает Что Нахуеть Умный Ему Все Должны Варвары Блять Да 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 Варвары Вот Серьезно Варвары Сестра И тот Уебок Развелись Нет Не Развелись Они Еще Долго Жили Вместе Отношения У них Рухнули Потому Что Он Нашел Другую Телку По Моему Насколько Я Помню Но Сдох Он Как Собака Туда Ему И Дорога Выблитку Да Кстати Он Сдох Типичная Быдляра Бля Знаете Нихуя Не Может Нихуя Быдлу Быдлу Хоть Миллионы Дай Все Проебет Все Проебет Ничего Не Заработает Ничего Не Создаст Ничего Не Оставит Все Проебет Потому Что Ебучий Тупой Выблядок Нихуя Не Сделает И Не Поможет Ничего Хоть Все Магазины Мира Отожмет Проебет Обанкротится Все Развалится Рано или поздно В пизду Уйдет Тупой Нахуй И Ничего Не Может Сделать Сам Повезет Если Найдет Какого Нибудь Супер Талантливого Парня Который Будет На него Работать И Вести Его Бизнес В Этом Случае Он Может Его Сохранить Если Таких Людей Не Найдет Все Проебет Ну И Вот Короче У меня На самом деле Вот Вся Эта История Она Была Очень Долгая И Мы Там Еще Куча Времени Скитались Я Помню Как Я Приезжал Прятался На Даче К нам На Дачу Приезжали Чуваки На Иномарках Останавливаясь Возле Нашей Дачи Блядь И Бабушку Трясли Мою Спрашивали Маму Мою Искали Потому Что Считали Что У нас Еще Остались Деньги И Их Можно Выбить Ну И Квартиру Хотели Выбить Да Я Прекрасно Это Помню Кстати Говоря На Фотографии Девочка Ира Была Ее Участок Был Напротив Меня Напротив Моего Я Там Прятался Если Что Вот У Этой Девочки Ира Вот На Фотографии Которую Видели А Эти Родственники С тобой Как-то Связывались После Твоего Возрастления О Блядь Да О Да Меня Много Кто Вспомнил Блядь Меня Много Кто Вспомнил Лично Для меня Это Как Выглядело Типа О Помните Серега А Да Я Забыл Еще Сказать Меня Еще Родственники У меня Еще Большинство Родственников Чмырили Блядь У меня Пиздец У меня Вот Эти Уебаны Прикиньте Вот Эти Вот Бездарные Блядь Выблядки Они Меня Еще Чмырили Говорили Что Я Долбоеб Что Из Меня Не Получится Ничего Дельного Это Прям Цитата Что Я Буду Работать Дворником Это Тоже Цитата Я Не Угораю У Меня Мама Может Это Подтвердить Блядь Пиздец Ебать Меня Хуесосили А Потом Прошло Время Они Узнали Что Они Узнали Блядь Что Оказывается Я Стал Норм Чуваком А Еще У меня Духуя Денег Стало Мы Всегда В Тебя Верили Ты Такой Красавчик Талантливый Я Знаете Как сказать Злопамятный Я Короче Знаете Какая У меня Злопамятность У меня Нет Злобы Внутри Ну То 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 Я У Меня Нет Внутри Какой Раздраженности Я Не Сижу Такой У Меня Нет Этого Но Я Помню То Я На Ментальном Я Абсолютно Равнодушен Я На Них Даже Не Злюсь Но Я Помню Как Они Себя Вели То Есть Вот В Этом Пам Вот В Этом Плане Я Злопамятный Не Эмоционально А Вот В Памяти То Есть Я Помню Как Все У нас Было Я Помню Их Поведение Я Помню Все Блять Я Все Помню Реально Мне Так Это Где Это Происходило И Где Мне Это Говорили Я Помню Все Отвечаю Вам Чуваки Я Блять Даже Помню В какой В какой Местности Мне Это Говорили Настолько Сильно Блять Мне Это Вбилось Память Вот Так Что Да Возможно Кстати Говоря Вполне Возможно Что В детстве Во мне Это Развило Ряд Комплексов Которые Заставляли Меня Все Время Кому То Что Доказывать И Возможно Это Одна Из Причин По Которой Я Сейчас Нахожусь Там Где Я Нахожусь Ну Вот Меня Убьют По И 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 То Я Об Этим Не Думал Но Возможно Вполне Что Внутри Где То Вот Это Вот Происходило А Кем Ты Работал До Стримов Я Работал На Наше Государство Замечательное В Открытом Интернете Я Работал В Компании Mail.ru На Должности Режиссера А Дефакто Я Должен был Работать На Должности Комьюнити Менеджера Главного Там У них Потом Диджитал Директора В Карамбо Медиа Да И Всякая Такая Хуйня А Ты Знаешь Что Стало С Той Девочкой Ирой Да Знаю У Иры К сожалению Незавидная Судьба Ну Вернее Как Незавидная У Иры Судьба Знаете Какая Обычно Бытовая Но В плохом Смысле Расскажу Как Это Происходит Мы На самом Деле Прикиньте Она Со Мной Связывалась По моему Несколько лет Назад Потому Что Она До сих Пор Живет На той Даче Вот Где Жила Ее Мама Вернее Не живет Там А приезжает Туда На Лето Она Во первых Стала Такой Супер Супер Толстой У Несколько Детей Мужик У нее Какой То Деградант Блять Который Ее То ли Подпизживает Короче Какой Объебоз И Когда Мы Последний Раз С ней Разговаривали Это Было В Контакте Кстати Я С ней Разговаривал Она Такая Типа Ни Хрена Себе Там Как Ты Изменился Типа А Что Ты Там То То Сё То Я Че Ты Начал Рассказывать Типа Чем Я Занимаюсь И так Далее И Она Мне Толи Сказала Типа А Зачем Не Помню Не Помню Что Она Мне Сказала Короче Она Мне Сказала Что Типа Зачем Тебе Это Надо Или Ещё Чё Такое Я И Ответил Что Ну Блядь В смысле Зачем Это Надо Я Хочу Жить Хорошо Там Ещё Что Бла 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 Я Говорю А Ты Что Типа 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 Нормально Разве Ну Вот Так Чё 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 Типой Вопрос Она Говорит Ну Не Знаю Вон У меня Всё Есть Как Квартира Есть Которая Я Живу Есть Тоже Чё Есть Мясо У меня Есть Всё Нормально И Вот Это Выражение Я Помню С детства Мясо Есть Вы Наверное Не Застали Но В детстве Моё Поколение Было Такое Выражение Типа Когда Говорили Что Есть Мясо То Это Как Б Считалось Как Б Как Полный Стол Типа Немногие На самом деле Поймут Это Потому Что Это Такой Прям Совсем Старая Хуйня И Вот Я Когда Услышал Эту Фразу Я Понял Какой Человек Вырос Я Понял Как Человек Мыслит Какое У него Сознание Где Он Застрял В своем Развитии И Вот Как Вообще У него Устроена Жизнь Мне Стало На самом Деле Грустно За Нее Потому Что Человек Мыслит И Думает Настолько Приземленно И Вот Настолько Вот Знаете Вот Нельзя Как Объяснить Короче Хуево Я Вот Понял Что Для Нее Типа Нормально Это Жизнь Но На самом Деле Это Знаете Как Смотреть На Зверушку В клетке Вот Ты Стоишь За Клеткой А В клетке Хомячки Бегают По Колесу Пьют Пьют Водичку Из Водопоя Кушают Огурчики Которые Им Кладут И Вот Ты Смотришь На Нее И Такой Блядь И Тебе Грустно Нахуй Вот Как То Так Я Себя Почувствовал Хотя Она Была Хотя Она Была Охуенная Девчонка Она Занималась Художественной Всякой Самодеятельностью Она Выступала На Всяких Театральных Постановках Она Танцевала По Моему Даже Пела Ставила То есть Понимаете Понимаете Как бы Да То есть Она Была Такая Творческая То есть Но Потом Она Выросла Видимо Попала Вот В этот Взрослый Мир И Этот Взрослый Мир Он Ее И Все И Вот Девочка Которая Когда-то Ставила Разные Там Танцевальные Номера В каких-то Детских Кружках Но Это Было Хорошим Началом Она Сама Была Ребенком Она Вот Превратилась В Человека Который Выглядит В свои Там Блядь Не знаю Там Сколько Е лет На 10 Плюс Еще Сверху Толстая Неухоженная И Мясо Есть Че Значит Полный Стол Дома И Вот И Живет Так Я Думаю Что В детстве Она Думала О Другом Вот Что Мне Кажется Но Потом Пришел Момент Она Не Хотела Видимо С Этим Бороться И Свыклась И Видимо Посчитала Что Взрослая Жизнь Она Вот Такая Типа О чем Мечтать О Чего Что То Делать Вот Она Взрослая Жизнь А Че Все Как У Людей Квартира Есть Хоть И В Говне Но Есть Мясо Есть Есть Все Как У Людей И Вот Ну И Все Как У Людей Доживет Ну Пиздец Как Б Ну Я Не Знаю Ну Пиздец И Дело Понимаете Даже Не Не В Еблан Так И Останетесь А Вот То Как Вы Мыслите То Как Вы Живете То Как Вы Относитесь К Вещам Насколько Вы Понимаете То Как Работает Ваш Мир Это Делает Вас Вот Интересным Умным Человеком Который Который Думает У Которого Мысль Она Идет Понимаете Вот Дело Вообще Не В Деньгах Но Вот Она Захлопнулась И Все И Кстати Говоря Как Это Часто Бывает Человек Захлопывается В себе Вот Человек Привыкает К этой Жизни И Вот Ментальное Состояние Человека Всегда Уродует Его Очень Часто И Физически Очень Часто Это Уродует Вас И Физически Вот Человек У которого На лице Нет Интеллекта Вот Отсюда Все Идет Он Сразу Некрасивый Понимаете Он Сразу Неухоженный Он Сразу Какой-то Ебаный Блядь Становится А вот Когда Вот Здесь У человека Красота Внутри Головы Он И Внешне На самом Деле Прекрасен Он Вот Вот Он Другой Блядь Вот Ты На него Смотришь И У него В глазах В чертах В чертах В чертах Лица У него Вот Ясность Ума И Ты На него Смотришь И Он Красив По-своему Этот Человек Ты Вот Здесь Быдло У тебя Ебало Вот Такую Блядь Понимаешь Вот Поразительно Вот Насколько Ты Вот Здесь Если Вот Ты Вот Здесь Уродливый Блядь И Здесь Уродливым Будешь Сразу Да И Вообще Я Вот Знаете Смотрю На Жизнь Вот Своих Знакомых Вот Вот Разных Они Вот У Жизнь Всех Просто Выбало Блядь Вот Всякие Эти Анекдоты Про То Что В Тридцать Лет У тебя Не Будет Уже Всех Твоих Старых Друзей Не Потому Что Вы Перестанете Дружить А Потому Что Половина Уже Сдохнет Блядь А Половина Блядь Пропадет Безвести Вот Это Правда У Меня К Тридцати Двум Годам Из Тех Одноклассников Или Однокурсников И Многих Других Людей С Которыми Я Как То Пересекался И За Кем У Меня Какие То Еще Контакты Остались То Есть Я Вижу Там Где То В Социальных Сетях И Жизнь Пизда Блядь Наверное Половина Блядь Откинулась Нахуй Треть Наверное Блядь Села В Тюрьму Или Уже Вышла Или Или Еще Сидит Это Пиздец Блядь Чуваки Это Пиздец Ну Я Просто Не Я Не Прикалываюсь Блядь Я Даже Не Преувеличиваю Это Просто Какой То Пиздец А Им Всем Ну Блядь Было Бы сейчас Там Тридцать Лет Грубо Говоря Там Ну Плюс Минус Несколько Лет Да Там В Минус Или Плюс Что По Твоему Влияет На Наличие Ума Я Думаю Наличие Нет Нет Что Что Такое Влияет Или Что Может Повлиять На Его Наличие Или Отсутствие На Самом Деле Если Мы Говорим Об Уме Я Думаю Что Честно Говоря Именно Если Мы Говорим Об Уме То Это Эдакий Ресурс На Самом Деле Который Тебе Дан Скорее Всего С Рождения И Я Не Думаю Что Именно Ум Ты В Состоянии Как Улучшить Именно Рождение Это Если Мы Говорим Об Уме А Если Мы Говорим Об 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 То Это Уже Все Зависит От Тебя Хоть 5 Дипломов Получи Да Все Выучи Но На Самом Деле Ума Есть Определенные Пределы Это Такое Какое Природное Понимание Процессов Их Четкого Анализа И Вот Всех Этих Вещей То Когда Ты Смотришь На Многие Вещи И Без Объяснения Твой Мозг Успевает Адаптироваться Сделать Выводы Прочитать Проанализировать И Твои Выводы Оказываются Максимально Верными Хотя Ты Не Имеешь Никакого Базиса Под Для Того Чтобы Вообще Как-то Это Объяснить То Есть Ты С Помощью Своего Ума И Анализа Бытия Блять Который Происходит Вокруг Тебя Мгновенно Ориентируешься В информационном И Другом Пространстве То Есть Твой Ум Изначальный Позволяет Тебе Адаптироваться И Более Того И Использовать Окружение В свою Пользу Правильно То Есть Ты Сразу Понимаешь Ты Понимаешь Ты Не Знаешь Но Понимаешь Это И Есть Ум Насколько Ты Я Думаю Что Вот Этот Показатель Ума Он Вот Он Вот Он У тебя Вот Есть Ты Формируешься Как Человек Взрослеешь И Все Вот Он От Природы Тебе Дан Вот С Генами И Это Но Так сми умный недостаточно смекались там не умеет делать выводы анализировать и принимать решение правильное он не способен к мысли а как ты попал на эти свои работы же на уголовном праве учился да это вообще рофл чисто случайно на самом деле я просто короче один видос записал как-то по угару они развивали медиа после этого меня пизданули пригласили работать вот на эту хуйню все я согласился начал работать у меня кстати говоря мама помнит как это было мы еще сначала с мамой не верили типа такая странная хуйня меня пригласили какие-то дяди поболтать в кафе просто прикиньте вы выпускаете видос и вам пишут дяди одни которые зовут вас поговорить у меня мама помнит эту хуйню я говорю маме игру какая-то хуйня они она такая блять ну не знаю ну и короче мы решили пойти но все закончилось тем что один из этих дядей в совете федерации находится вот ну и понеслось блять ну и понеслось да 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 ну и понеслось потом и вот так получилось что а дальше а дальше а дальше вообще а дальше вообще блять пошло все по накатанной то есть я там какое-то время поработал и меня пригласили работать в карамбо медиа в карамбо медиа я пришел никем и стал там digital директором за какой-то срок то есть у меня пока я вот так по карьере вот так это было самое начало карамбе не вот так потому что у меня были на боке там еще параллельно одна хуйня у меня была не буду они рассказывают короче так получилось что им понадобились некоторые мои навыки которые не были связаны с какими-то там видосиками там и прочим ну и вот вышло так что вот так вот вышло а после этого а после этого я перешел по приглашению по приглашению главы mail games еще того всего mail games работать в mail.ru я без собеседования безо всего просто блять мы сели значит за стол с начальником mail games и с их начальником по по короче деньгам вот просто такие по пизде либо и поугарали вот я там тоже какое-то время поработал а потом уже все потом там пошли другие вещи я пошел дальше работать в другую штуку вот параллельно у меня еще там были всякие блять видосики хуёсики чисто по угару ну и вот потом короче а потом а потом в какой-то момент я вообще подумал блять а как бы было бы охуенно стримить короче блять и получать за это бабки ну типа я всегда говорил чатку и блять вот под пиздец вот как было бы клёво короче шток стримами заниматься но тогда для меня это было нереальная хуйня ну типа блять смысле ну я короче работал параллельно я делал я запускал стримы там работал параллельно а потом через какое-то время все стало блять короче а потом через какое-то время меня аудитория просто баблом закидала нахуй и я говорю тогда чату блять чат я наверно буду увольняться я не хочу работать больше они такие да и похуй блять увольняйся я такой ну ладно блять и все короче я кстати кстати кто помнит кто помнит кто помнит блять кто был у меня на стримах вот очень долго лет прекрасно помню эту хуйню когда я говорил блять чуваки типа ебать типа блять а я помогу типа уже уйти я буду уходить с работы я еще говорил об этом долго говорил на бить месяц об этом блять я не он уйду я норму веду типа блять я скоро уйду я это скоро уйду я скорую изгулять и короче потом а такой а ну нахуй я короче в пизду я хочу короче только стримите нихуя пошлиnaereas вот и короче ушел а тогда было реклама или только донаты я отказывался от всей рекламы когда я начинал стримить я отказывался от всей рекламы не им и И мне нельзя было прислать донаты. Потом у меня появились донаты. Я много лет отказывался от рекламы. И вы сейчас охуеете. Но впервые я начал брать рекламу нормально. Примерно 4 года назад только. Вот так вот. Цену заламывал. Нихуя, кстати, я когда только начинал брать рекламу, меня пиздец сколько людей кинули на ебанутые деньги. Мне давали деньги, короче, одни, а продавали меня совсем за другие. А я этого не знал. И меня просто наебывали. А потом это случайным образом вскрылось. Ну, грубо говоря, мне давали 10 рублей, а я еще не разбирался ни в чем. И я думал, что я столько стою. И мне давали 10 рублей и говорили, вот 10 рублей, это вот твоя работа, вот, блядь. Я такой, да, спасибо огромное. Я еще был так благодарен и говорил такой, блядь, спасибо большое вам. Они такие, да ничего страшного. А меня продавали, оказывается, блядь, за 50 рублей. А то и за 100. Потом там это повскрывалось по разным вещам. И потом я такой, а вы знаете, что самое ужасное? Это потому, что я очень справедливый. И я всегда надеюсь на человеческую честность. Мне еще, когда многие ребята пишут, типа, сколько будет стоить эта реклама? Я говорю всегда, очень часто, типа, назовите свою цену. Единственное, что я вас попрошу, это не давать мне больше, чем я стою. И, пожалуйста, не давать мне меньше, чем я стою. Это все, что меня интересует. И вот сейчас я сотрудничаю с большим количеством агентств. С большим. У меня с ними очень хорошие отношения, со всеми. Они постоянно приходят ко мне с рекламой и постоянно дают мне абсолютно честное. Меня вообще не обманут. Просто прям вот они... Иногда даже наоборот. У меня было куча случаев, где мне платили бонус, о котором не было сказано. Прикиньте, ты договариваешься на одну сумму, но людям настолько нравится, что мне говорят, на тебе еще бабок сверху. Вот просто, на, блядь. У меня так было несколько раз уже. То есть я просто деру, и мне приходит другая сумма. Типа, больше. Я говорю, типа, мне денег больше пришло. Они такие, это тебе, типа, заебись было. Еще, типа, сверху. Вот. И у меня сейчас вообще отличное, отличное отношение со всеми вообще ребятами. И все прям вот очень хорошо мы прям общаемся. Они знают, что я честный пиздец просто. Никого вообще не обманываю. И они со мной ведут себя честно. Но чтобы нарваться на таких людей в разных агентствах, мне пришлось пройти путь из кучи говна. На самом деле. Из-за своей неопытности. Еще чего-то. Я, как бы, дохуя говна насобирал. Но я считаю, что это, знаете, это вот типичная ситуация. Сначала тебя ебут в жопу, блядь. А потом ты такой, ага. Нужно всегда сидеть на стуле. И все. Агентство, как и чат, собирал. На самом деле я никого не собирал. Они просто ко мне обращались. Хорошие агентства. Рекламные. У нас с ними были какие-то тестовые сотрудничества. Им все очень нравилось, потому что я не проебываюсь. Благодаря вам у нас охуенная конверсия. Я все говорю, как нужно. Делаю это хорошо. У них ноль геморроя. Они абсолютно со мной... Они меня не контролируют. И знают, что у меня всегда все будет отлично. То есть, это очень важный фактор. Они со мной не бегают и не нянчатся. То есть, им не нужно меня контролировать каждую секунду. Каждую секунду мне что-то напоминать. То есть, они знают, что я сделаю. И это будет заебись, блядь. И вот... И вот так мы и работаем. И им типа охуенно. И мне заебись. Возможно ли сотрудничать напрямую с рекламодателем? Возможно. Но это очень редкие случаи. Потому что рекламные компании, они большие. И никто не... Агент... Клиент не будет сам вести все дела. Поэтому приходят в рекламные агентства. Потому что занимаются формированием, подготовкой рекламных... Рекламных компаний, агентства. Они придумывают, подготавливают. Ведут бухгалтерию, общение со стримерами, бла-бла-бла. Все вот это вот они берут на себя. Организацию. Вот. У клиента нет на это времени. И клиент не держит людей. Для такого. Поэтому всегда приходят в агентство. А разве ты в Карамбе не имел дело с рекламой? Как получилось? Это разные рынки. Мы работали с Ютьюбом. И я работал... Я подготавливал медиапланы. Это... Сейчас. Секс. Я подготавливал медиапланы. И делал закупки на Ютьюбе. Это абсолютно другой рынок. Это абсолютно разные... Вообще, абсолютно все разные. Плюс я скупал социальные сети. И многое, 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 многое другое. Когда пришел на Твич, у Твича не было рынка. То есть... То есть здесь только все начиналось. И непонятно было, кто сколько что стоит. То есть на самом деле он был такой вот, блядь, вот... Плюс я не могу обезопасить себя от того, чтобы меня обманули. Потому что я не знаю на самом деле, за сколько меня продают. И я никогда этого не узнаю. То есть тебе могут сказать, что мы тебя продали за 20 рублей. Но на самом деле продали тебя за 100. И если тебе кто-нибудь не сольет эту информацию с агентства или со стороны клиента. Ты никогда об этом не узнаешь. НИ-КОГ-ДА. Потому что ты не знаешь. Ты можешь знать свою примерную сумму за свои показатели. Но бюджеты рекламных компаний на самом деле разные. И компании по-разному платят. Но ты никогда, блядь, не узнаешь на самом деле, за сколько тебя купили. Ты можешь надеяться только на честное слово людей, которые с тобой договариваются. Все. Поэтому пока рынок не сформирован, это сделать еще сложнее. Когда рынок сформирован, ты уже примерно понимаешь. Потому что есть какие-то базы. А когда рынок не сформирован, вообще забей, блядь. То есть это неизвестность нахуй полнейшая. То есть ты никогда не узнаешь, пока не сольют. Все. Поэтому, да. А на ютюбе рынок был сформирован, тем более. Социальные сети были уже давно сформированы. Были четкие конкретные цены за определенные показатели. Там все очень просто высчитывалось. Ты чекал все это, закупал, составлял медиапланы, запускал и все. То есть, а здесь на Твиче еще ничего не было. Ладно, все. Давайте сайты, что ли, посмотрим, наверное, да? А то что-то пиздец какой-то, да? Продолжение следует...